Когда в областном центре в последний раз открывали новую школу? Увы, не 5 и даже не 10 лет назад. Самая современная из Сихвановских гимназий номер 23 на улице Шошина. Год ввода в эксплуатацию 1990-й. И вот, наконец-то, забрежила перспектива строительства в городе первой школы за весь постсоветский период. Строительство новой школы в Суховке обсуждают уже давно. В начале 2017-го жители микрорайона подняли этот вопрос на встрече с депутатом Госдумы Юрием Смирновым. Наконец, спустя два года дело сдвинулось с мертвой точки. Через пару лет здесь обещают возвести новую школу на 700 мест. Необходимость возникла несколько лет назад, когда напротив вырос новый микрорайон Рождественский. Да и жители Новой Дерябихи тоже хотят отдать детей в школу неподалеку. На сегодняшний день в Суховке уже есть одна школа, гимназия номер 44. Ее посещают полторы тысячи человек. Второй год подряд открывают семь первых классов. Однако, с развитием территории ее ресурсов стало недостаточно. Есть некоторые сложности в таких районах, как Сухово-Дерябинский, Рождественский. Сейчас очень плотно застраивается Парижская коммуна, район улицы Парижской коммуны. Здесь испытываем трудности. Ну и центр города. Центр города, прежде всего, конечно, в связи с тем, что есть определенные предпочтения родителей отдать ребенка не сколько по прописке, сколько по тем или иным своим намерениям. Поэтому, конечно, вот именно в связи с этим и возникает напряженность. Новую школу на 700 мест построят на окраине, а именно за домом номер 18 по Кохомскому шоссе. Практически готова проектно-сметная документация. Вот так будет выглядеть новый храм знаний. В Сухово-Дерябинском районе мы планируем приступить к школе, именно к ее строительству в 2020 году. Средства уже выделены, федеральные, областные. Предусмотрено софинансирование городское. В 2021 году мы планируем уже завершить строительство. Средства выделены на два года. Не хватает, правда, до завершения, пока по предварительным подсчетам, так как проектная документация находится в экспертизе еще, около 150 миллионов рублей. Но мы вопрос прорабатываем с областными властями для выделения этих средств. По предварительным подсчетам, возведение школы обойдется в 600 миллионов рублей. Федеральный бюджет субсидировал почти 450. Регион добавит чуть больше 4 миллионов. Вопрос, удастся ли городским властям договориться и изыскать еще 150. В любом случае, жители микрорайона уже ждут новую школу. Вопрос стоит очень остро. Нехватка классов, большие очереди в школу. То есть у меня во втором классе ребенок. Очень проблема стоит остро. А вот вы когда записывали школу, насколько легко? Очень сложно было. Мы писали в администрацию жалобы на то, что не хватало первых классов. Соответственно, два класса дополнительных нам сделали. Как вы вообще считаете, в микрорайоне есть эта проблема, нехватки мест в школах? Ну вот в этом году, я думаю, была проблема, родители постарались, все равно поступили. А вот на следующий год возможно, потому что у нас много школьников. Много школьников в связи с чем? В микрорайоне Рождественский, мы сами оттуда. В другом густонаселенном районе, Московском, тоже всего одна школа. Ближайшая в 30-м микрорайоне и на проспекте строителей. Гимназия номер 36 работает в одну смену, но уже на пределе возможностей. Здесь остро стоит проблема размещения начальной школы. На протяжении последних семи лет мы набираем очень многочисленные классы. При поступлении в первый класс у нас традиционно на параллели 5 классов, по 30-32 человека. В этом году мы набрали уже 155 детей. Ежегодно нам приходится отказывать многим родителям, потому что испытываем каждый год определенный дефицит ресурсов при открытии новых учебных классов начальной школы. Не первый год управление образования добивается возведения пристройки, которая позволит разгрузить основное здание. И вот власти наконец-то нашли средства – 179 миллионов. На эти деньги построят трехэтажный корпус на 350 мест с отдельным пищеблоком и небольшим концертным залом. По проекту, по прогнозам предполагалось о том, что действительно новая пристройка должна покрыть потребности родителей, детей начальной школы. Но так как я уже сказала о том, что пристройка рассчитана на 350 мест, у нас на сегодняшний момент в начальной школе 582 человека, то, конечно же, данная пристройка наши потребности частично закроет. Поэтому часть классов начальной школы все-таки останется в нашем основном здании. В управлении образования отметили, что за последние 15 лет количество школьников в Иванове увеличилось с 30 до 40 тысяч человек. Проблемы с нехваткой мест решали постепенно, задействуя неиспользуемые кабинеты. Впрочем, и этот ресурс не бесконечный. Какие-то помещения были не задействованы в учебном процессе, какие-то, может быть, использовались, но не совсем по назначению. Мы сейчас открываем ежегодно от 200 до 400 новых мест в школах только за счет введения в учебный процесс дополнительных кабинетов. Несмотря на старания профильного управления, всеми возможными способами удовлетворить потребность населения в школьных местах самым верным, но дорогим решением остается строительство новых объектов. К слову, об этом стоит задумываться еще на этапе проектирования новых микрорайонов.